Цветёт и пахнет. Из года в год летом с Волги веет неприятным запахом, а её цвет становится ярко-зелёным. Зелень в водоёме возникает из-за сине-зелёных водорослей. Из-за этого состояние воды ухудшается, а как следствие гибнут подводные обитатели. К тому же вода с Волги поступает в дома к жителям правобережья, а это более 400 тысяч населения. Необходимо что-то решать. Водоспециалисты Ульяновского госуниверситета провели забор воды для проб. Их результаты станут известны чуть позже. Куйбышское водохранилище, оно отличается на достаточно серьёзном уровне загрязнения, и поэтому нуждается в постоянном наблюдении, мониторинге. Пробирки, колбы и микроскопы – для исследователей это главные инструменты. Главная задача – провести анализ воды и донных отложений в 15 точках на входе и выходе Ульяновской области. Основные параметры проверки – физические, химические и гидробиологические показатели. Какой уровень загрязнения воды и степень токсичности. В настоящее время в акватории Куйбышевского водохранилища работает три стационарных пункта проверки, что крайне мало для такого объёма воды. К тому же в них происходит лишь поверхностный анализ воды. Вопрос состояния реки Волга – это вопрос, который волнует большое количество жителей нашего региона. Было много сообщений, обращений, это выходило в СМИ, особенно когда была ситуация с задержкой по открытию купального сезона. Вы знаете, состояние реки важно не только в момент открытия купального сезона, а в целом. Я вообще радуюсь за то, чтобы сделать ежегодные такие исследования, потому что мы тогда будем знать, в какую сторону у нас меняется, какая у нас вода приходит в Цитареи, какая вода уходит в Самарскую область, и какая вода у нас получается после жизнедеятельности нашего города, что мы ни для кого же не секрет, что все нечистоты, все отходы, в принципе, идут в реку Волга. Поэтому хочется знать, что мы пьём, в чём мы купаемся, что окружает нас, чем мы дышим. Результаты проверки воды будут внесены в базу данных для проведения анализа. Чтобы составить прогноз, будут применены методы математического моделирования, а на основании полученных данных разработают практические рекомендации для улучшения ситуации. Для очистки Волги работает федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». В рамках которого будут и сейчас проводиться, и проводились, и будут проводиться мероприятия по строительству очистных сооружений, благодаря которым будет уменьшен более чем в три раза сброс сточных загрязняющих воду реку Волгу. Тем самым должно уменьшиться загрязнение водного объекта. А пока уже приступили к очистке Юрманского залива Волги. Со дна достает ил, убирает водно-травянистую растительность. Следом перейдут на соседний Ивановский залив. Все эти манипуляции улучшат проточность залива. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.